Истинное могущество. Кровь от крови мира Неверленда. Плоть от его плоти. Во вселенной Ведьмака существует множество невероятных существ. От непревзойденного Гюнтера Одима до неотвратимого Скрытого. От легендарного короля Дикой Охоты до колоссального Вия. Сильные, величественные и загадочные. Монстры, одно звучание имени которых заставляют знающих содрогнуться. Но все они в Неверленде лишь гости. Они прибыли сюда случайно, либо по собственному желанию, преследуя свои цели. Впрочем, силу же свою они получили не здесь. Они черпают ее из источников, не связанных с плотью этого мира. Из демонического плана бытия, как в случае с Гюнтером Одимом, или из потоков между мирья, как к примеру Эридин. Они чужие. Но есть еще одно создание, могущество которого невероятно. При этом оно неотрывно связано именно с Неверлендом. Оно не появилось здесь после сопряжения сфер, не нашло приют, будучи изгнанным из другого мира. Оно исконное, то, которое было всегда. То, что скрывается в земной почве, в траве и утренней росе на ней, в полуденной жаре, в древесных корнях. Оно везде, и даже понять его непросто. Только одно создание способно на это. Древнее, немыслимое. И в этом видео мы поговорим о той единственной сущности, которая смогла бы обуздать исконную силу Неверленда. О той, что родилась на заре создания материального мира. О той, что потратила всю свою бесконечную жизнь на исследование его тайн. И в один момент не осталось больше секретов, которые она бы не раскрыла. Ее настоящее имя затерялось в анналах истории, но несмышленые пришельцы, именующие себя людьми, дали ей другое, слишком простое, но очень точное название. Та, кто знает. Перед началом этого видео, как всегда хотим поблагодарить наших патронов под предводительством Крэк Нью, Мистер Зура, Стейнлес Стил Снэйк и Эва Виэс. Без вас видео по Ведьмаку выходили бы намного реже. Итак, вы смотрите канал Икс Дилейт, заваривайте загадочный древний чай, ведь сегодня у нас очень интересная тема. Корни ее могущества. История той, что знает, началась во времена столь древние, что о них не помнят даже исконные жители Неверленда. Во времена, когда даже само понятие жизни до конца не сформировалось. На материке, о существовании которого сейчас не подозревают ни в Нильфгарде, ни тем более в Северных Королевствах. Именно ей было предначертано впервые задуматься о том, что значит существовать, впервые осознать себя и впервые начать искать смысл всего сущего. Наверное, даже она сама уже забыла, когда, как и где именно родилась. Единственное, что доподлинно известно, существование свое она начала здесь, в этом мире. Сколь бы юн он тогда не был, первое дитя Неверленда. Она была одна, не было у нее ни матери, ни отца, ни создателя, которому она могла бы задавать свои вопросы. Перед ней раскинулся весь мир, не обузданный, не исследованный, чистый и девственный. У нее не было формы, она была вихрем, что несся чистыми холмами, первыми диковинными лесами и только что пробившимися руслами рек. Она проникала во все, в каждый камушек, каждую каплю воды и каждый порыв ветра. Исследовала, изучала этот мир. Первое сознание, без которого не может существовать ничто материальное. Она впитывала знания, словно губка влагу. Своим незамутненным умом она вбирала информацию обо всем, что существовало, и в один момент осознала, что ей нужна физическая форма. Ведь у всего сущего есть форма, даже у порыва ветра есть направление. И он влияет на остальные стихии, оставляя свой след на земле, воде и растениях. Та, кто знает, тоже обрела форму. Ее исследование подходило к концу. Не было в Неверленде ничего такого, сути чего она бы не поняла. Осталась только одна загадка, нерешенная и сводящая с ума. Та, кто знает, не могла осознать себя. Она была единственной и не понимала смысла своего существования. Она стала одержимой этой загадкой. Кто она такая, зачем она здесь? У всего сущего в этом мире есть пара, а у нее пары нет. Она одна. Одна-одинешенька. Во всем мире она не нашла даже пример народственной души. Уникальная, бессмертная и несчастная. Одиночество завладело всем ее естеством. Она знала весь Неверленд до последней песчинки на самом жарком берегу моря, но нигде не могла найти похожую сущность. Загадка ее происхождения стала бременем, переросла в безумие. Умиротворенная мудрость приносила лишь чувство опустошенности. Безнадежный конец той, кто знает, был близок. Но в один момент все изменилось. Основы мироздания содрогнулись. Произошло то, чего раньше никогда не было. Сопряжение сфер. И в одно мгновение поменялось абсолютно все. В мир Неверленда хлынули чудовища. Из других миров на кораблях приплыли разумные существа. Это был ее шанс. Надежда. Но даже среди всего невероятного количества пришельцев, среди всех их разных видов, та, кто знает, родственной души не нашла. Что еще должно было произойти, когда это одиночество закончится? Отчаянное безумие нарастало, а меж тем, истончившаяся ткань мироздания пропустила в Неверленд новую силу. Невиданную и чужую силу, которую именовали магией. Для той, кто знает, магия была чем-то новым. Это был инструмент невиданного могущества, и теперь она могла не только исследовать. При помощи магии, та, кто знает, сама могла созидать. Магические потоки она обуздала довольно быстро, почти сразу же. Да, она не понимала их до мельчайших деталей, как понимала суть Неверленда, но накопленных за тысячелетия знаний с лихвой хватило для искусного владения волшбой. Ее одиночество в населенном живыми, разумными существами мира стало нестерпимым. Она тянулась к людям, прибыла на тот материк, в те земли, где люди поселились. Но наблюдать за тем, как они плодятся, развиваются, испытывают любовь, ненависть, другие чувства. Затем, как они погибают, завершив свои судьбы и исполнив свои даже самые мелкие предназначения, это было настоящей пыткой для истинно одинокого создания. И та, кто знает, наконец взяла все в свои руки. Ее дочери Впервые она пустила себе кровь. Из той плоти, в которую облачилась, кровь, которую смешала с землей. С обыкновенной грязью. Из получившейся глины она по своему подобию вылепила три фигуры. Воспользовавшись магическими потоками, она вдохнула в эти фигуры жизнь. Открывшиеся глаза трех созданий увидели Неверленд. Та, кто знает, нарекла их своими дочерьми. Себе на радость она создала их. Она надеялась, что теперь у нее появятся родственные души, что теперь ее одиночество иссякнет. Понимая свое превосходство и в надежде создать для дочерей настоящее наследство, та, что знает, стала править в Велине. Весь этот край она объявила своим, и не нашлось той силы, которая могла бы ей возразить. Местные селяне быстро смирились с тем, что будут подчиняться новой госпоже. Тем более, что госпожа эта оказалась щедрой и доброй. Она обеспечивала урожай на этих болотистых, непригодных для жизни землях. Излечивала от болезней, спасала жизни. Единственное, чего она требовала, это беспрекословное послушание. Ее называли хозяйкой лесов, единственной и непревзойденной. К ней относились как к богине, приносили ей дары, организовывали жертвоприношения. От людей она получала даже любовь. Они были благодарны и за хорошие урожаи, и хозяйкой леса овладела гордыня. Теперь она хотела, чтобы ее любили. А если нет, ну что ж, того, кто смел высказываться против богини, ждали неприятности. По всему Велину, скрываясь в тенях домов, под ветвями деревьев, принимая облик обычных девушек, ходили трое. Дочери той, что знает. Три сущности, которые она вылепила из глины и своей крови. Пряха, шептуха и кухарка. Так их прозвали обычные люди, ввиду талантов, которые у них появились. Они были старше всего, о чем ведали кметы, конечно, кроме самой бессмертной богини-матери. Не существовало даже ни одного дерева, что было бы старше их. Сестры были ушами и карающей дланью хозяйки леса. Изначально они беспрекословно ей подчинялись. Любой человек, который вслух высказывал против той, что знает, должен был либо быстро бежать из Велина, либо молить о прощении. Сестры все знали и все слышали. Они были ушами, голосом своей матери. Они слушали и говорили людям то, что просила богиня, и никак не допускали инакомыслия. Человека, который высказывался против той, что знает, они не убивали сразу. Они не калечили его и не проклинали, а просто отмечали невидимым знаком. А потом случалось следующее. Раз в год на вершине Лысой горы Арткербен у корней исполинского дуба, который был ненамного младше дочерей хозяйки леса, пряха, шептуха и кухарка устраивали праздничную ночь в честь своей матери. В ту ночь богине посвящали жертвоприношение. Кметы отдавали часть урожая и самый лучший свой скот. Но сестры требовали больше. Они отбирали нескольких людей, величали их избранными и приносили этих людей в жертву своей матери. Почти всегда среди этих людей оказывались и те, кто смел высказываться против той, что знает. А потому совсем скоро Велине просто не осталось недовольных правлением хозяйки леса. Ее заточение Такие ритуалы стали обыденностью. Земля в том месте впитала много крови, и сама сущность великой богини Велина начала искажаться. Из исконно природной, неотделимой от плоти Неверленда, она превратилась в чуждую, дикую и голодную. Это было проклятие. Безумие хозяйки леса больше нельзя было остановить. В своих дочерях она не нашла того, что искала. В жертвоприношениях всего этого тоже не было. Она до сих пор была одна, единственная в своем роде, и до сих пор не понимала смысла своего существования. До сих пор в ужасе. Теперь она отравляла все вокруг, сама этого не осознавая. Природа перестала повиноваться хозяйке леса. Она больше не могла давать людям урожай, больше не могла помочь им с проблемами. Связь с той, что знает, с сущностью этого мира истончалась, а безумие нарастало. Она хотела все больше любви, все больше даров. И все больше она не терпела инакомыслия. Все больше крови лилось на Лысой горе. Первыми изменения заметили дочери, Пряха, Шептуха и Кухарка. Они замечали, что из года в год все становится только хуже. Люди начали бежать из вилина. Взамен за свое подчинение они не получали больше ничего. При этом местные земли отравлялись все сильнее. Они словно наполнились скверной, ибо сама суть этой земли, хозяйка леса, была осквернена. Ее тело искажалось тоже, становилось уродливым, серым, искаженным. На спину она начала водружать черепа, человеческие кости, плоть из которых она поглотила. Сестры не могли с этим мириться. У них сформировались свои амбиции, появились и вопросы. Зачем им мать? Она больше не дает ничего, а требует слишком многого. Ее безумие было очевидно. Все ведь просто. За долгие десятилетия пряха, шептуха и кухарка освоили магию. Может, даже лучше, чем их мать. У них также была и связь с землей, с болотами, из которых их слепили. А еще они хотели, чтобы все было так, как прежде. Только теперь на место единой богини станут они трое. Они лишены чувства одиночества и недостаточно умны, чтобы искать суть своего бытия. Решение было очевидным. Надо было убить обезумевшую мать. Три сестры на это согласились. Без колебаний. Все это случилось в день того самого праздника, уже ставшего обыкновенным ритуала жертвоприношения, когда подчиненные люди несли свои дары богине. Тогда дочери и обманули ту, что знает. Они объединили свои силы и смогли создать оружие, что смертельно ранило плоть матери. Они причинили смерть ее физической оболочке. Дух же, той, что знает, был бессмертным, неотделимым от сущности самого Неверленда. Богиню Велена заточили в том самом древнем дубе, что вырос на Лысой горе. В его корнях. Она больше не могла покинуть свое новое обиталище. Дух скользил по листве, бушевал в корнях и струился по веткам дуба. Но вырваться не мог. Останки тела матери сестры отнесли далеко-далеко в болото, где спрятали ото всех. Удостоили создательницу скромной, даже издевательской могилкой. Ну а окончательно убить ту, что знает, дочери не могли. Даже заточенная в дубе она живет. Долгие годы мечется в корнях старого древа, источает проклятие в округе и своим шепотом заставляет людей сходить с ума. Она призывает к себе на служение монстров и зверей. И ждет, в надежде отомстить, в надежде освободиться. Теперь ее познание завершено. Она испытала предательство, испытала физическую смерть и готова к дальнейшему шагу. В корнях дуба она обрела другую, искаженную и нерушимую физическую оболочку. Ужасное вместилище, что позволяет ей существовать. Но каким будет следующий шаг той, что знает? И будет ли он последним? Все зависит от одного путника – ведьмака с удивительно белыми волосами. Шабаш на Лысой горе в Велине продолжает быть ежегодным праздником, событием. Кметы продолжают приносить свои дары и самих себя в жертву. Судьба сестер Теперь дочери заняли место своей матери. Они – хозяйки леса, ведьмы кривоуховых топий. Они дарят пропитание всему краю. Хозяйки ищут себе учениц, называют тех крысоловками, дают им силу, а взамен требуют, чтобы те приводили им деток. Крысоловки околдовывают юные головы, и те следуют за ними. Прямиком в ведьмин котел. Нет, это не сказка. Просто молодое мясо – самое вкусное. Впрочем, сестры также подвержены безумию. Этот недуг передался им с кровью матери, их сила иссякает. Власть уменьшается. Уже далеко не весь Велен, а только пара деревенек вокруг кривоуховых топий находятся в их власти. И их правление – это больше тирания. Они держат людей в страхе, не в благоговении. Да, у них есть истинные последователи, но таких мало. Жажда же человеческого мяса превалирует над остальными желаниями. Она все растет и растет. Кроме того, они боятся. Боятся эльфов Айнелля, боятся обычных ведьмаков, боятся того, что люди покинут их владения. Боятся потерять власть. Они не хозяйки Велена, а хозяйки именно леса. Леса, который иссякает, чахнет и вянет. В молодости они знали даже вкус старшей крови. Сейчас же они этой самой старшей крови боятся. Они стары, и власть их тает. Их же мать, единственная хозяйка леса, их самый большой страх. И она может освободиться. И она может мстить. Все зависит от одного ведьмака, Геральта из Ривии. И от его единственного решения. Судьба Велена, судьба исконных сущностей в его руках. Убьет ли он ту, что знает или освободит? А если он и решится на второе, то что случится дальше? Мы этого, к сожалению, не знаем. Но только надеемся, что нам об этом когда-нибудь расскажут. Так или иначе, в ветви стародавнего дуба на холме с тех пор колышет только ветер. Иные утверждают, что по веленским опушкам бродит древний дух ветра в обличии прекрасного, будто бы бесплотного черного скакуна с красными горящими глазами. Местные хорошо знают, что приближаться к нему нельзя. Дело в том, что жеребец этот приносит безумие. Всякий, кто подойдет к нему слишком близко, станет одержим стремлением губить себя и других. По слухам же, после встречи с этим жеребцом даже возлюбленные убивали друг друга не в силах преодолеть нестерпимую жажду крови. А на самом деле бояться нечего. Говорят, что дух сам избегает встречи с другими существами. Отыскать его можно только целенаправленно, а для этого нужно быть безумцем и безо всякой там одержимости. А что вы думаете по поводу ведьм кривоуховых топей, а также по поводу судьбы той, что знает? Обязательно пишите об этом в комментариях. Также поддерживайте наше творчество на Патреоне, Бусти и при помощи прямой спонсорской подписки здесь на Ютуб. Мы же, как всегда, благодарим наших патронов. Остальным же предлагаем подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Это самая лучшая благодарность, которую мы можем желать. Вся информация для этого видео была взята из нового дополнения Цена Силы для коллекционной карточной игры Гвинт, а также из книги «Так, кто знает» в игре «Ведьмак 3. Дикая охота». Задавайте свои вопросы в комментариях. До скорого и услышимся в следующий понедельник.